ПЕС-2 Эволюшн Сокер И уж мне-то, поверьте Сегодня точно будет что Вспомнить, а точнее тысячи Наигранных часов Десятки тысяч забитых колов Все это для меня про Эволюшн И я помню, что давным-давно Году так В 14-м, по-моему, я записывал По ней видос Господи, сколько уже Лет я записываю вообще эти видео В общем, был уже видос На канале про эту игру, но тогда Я большую часть видео Просто сидел в меню, рассказывал Какую-то чушь, сегодня Будет геймплей, много геймплея Так сказать, Full HD Ремастер того старого видео Только для вас, только сейчас Приятного просмотра, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Итак, друзья, предлагаю начать С заставочного ролика Который в детстве сделал со мной Две вещи, хорошую и плохую Хорошую, он просто Нахер снес мне башню Ну вот, представьте Мне было сколько там лет 10-12, я не помню точно И во что я играл до этого Sega FIFA 97 Это просто пыль на фоне вот этого Это я смотрел и думал Ну, в жизни, наверное, нет ничего круче Вот о чем я думал Просто Уйдите все от меня Оставьте меня с этой игрой Наедине навсегда Я хочу в ней жить Плюс это все было под песню Queen We Will Rock You Вы представьте, как это круто Сейчас, к сожалению, играет не она Потому что, сами понимаете YouTube Авторские права Сейчас такое время, что, допустим Если я сейчас просто пукну YouTube это определит Как какой-нибудь трек Моргенштерна И забанит ролик Так, зачем мне это надо? Правильно? И там We Will Rock You Поверьте мне В принципе, я сам могу вам это напеть Я давайте сейчас загуглю даже текст Я уже, на самом деле, его загуглил Я все-таки профессионал Подготовился В общем Короче, вы поняли, да? Это было просто охеренно Тогда я думал, что реально нет ничего круче То есть, ну, я тогда не познал Такие классные вещи, как Секс Сыр-косичка То есть, это был предел Это было великолепно Это было очень динамично Даже сейчас Даже, сука, сейчас Игре 20 лет Но ролик очень крутой Динамичный Его бы еще не в 144p посмотреть, да? Но мне кажется, это уже сейчас невозможно Поэтому имеем, что имеем Но тогда на старых телевизорах Таких, ну, пузатых Самсунгах Которые, не знаю, там Была диагональ, наверное, не знаю Дюймов 15, может быть Это было просто Ну, а теперь давайте От хорошего к плохому Что же плохого сделала эта заставка мне? Она меня закликбейтила Она меня, сука, обманула Само собой, в игре Картинка была далеко не такая Всех этих прикольных сценок В игре тоже не было Я был расстроен Но потом я понял, что Все-таки консоль PlayStation 1 Ни за что Никогда в жизни Такой картинки в игре Ну, не сможет показать Потому что она нахер сгорит Вместе со мной И я смирился Но Несмотря ни на что Я долго, как я уже сказал Тысячу часов Играл в эту игру И балдел Сейчас я вам покажу геймплей И вы скажете Антон, это круче все на свете Yes Я уверен Ох, я вспомнил Сейчас те времена Когда были слоты Памяти Кто играл в PlayStation 1 Понимает, о чем я Типа 15 слотов В одной флешке Но допустим Diablo Сейв занимал 10 То есть Если ты хочешь пройти Diablo То играй только в нее Потому что Другие игры Уже скорее всего Места им не хватит Да Да, 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 да Что ты хочешь от меня Ничего не трогай Нихера себе Ты что за Что за понебратство Нажми, нажми Погодите Сейчас просто Как бы Компьютерные игры Относятся к геймерам Ну, прям С каким-то таким Суперуважением По типу Ооо Сэр, мистер, господин Нажмите на кнопочку Нажмите сюда Ни в коем случае Не выключайте компьютер Во время сохранения Пук-пук А раньше Нажми Не хватает еще Слышь ты Окей Я начну без сохранения Так уж и быть У меня всего лишь Жесткий на терабайт О чем тут можно говорить Вот такое было меню Ну Как бы Незамысловатое Но тогда Мне этого вполне Хватало Ну, окей Я обещал больше геймплея Давайте Сразу к матчу Есть Евро злита И мир злита Кахен Андерс Неста Хартет Хурам Вьера Гигзи Бэкхэм Зидане Овен Хевсхен Хиеру Датур Хилвек Рауки Биане Навдит Фига Мостовой Ну, в общем Ир Погодите, что Ирангес 0.11 Какой-то, наверное Я не знаю Андроид И соперники Хавилерт Монтера Баккарда Ларкас Ну Я думаю, что здесь Даже я не буду смеяться Над этим Потому что Ну, это наше Мое детство Моя история Да, у Пес Не было лицензии И они вот таким Хитрым способом Это все делали Помню, до сих пор Принес Плейстейшн Домой 1 Домой 1 Плейстейшн 1 Домой принес Это был вечер После школы По-моему Запустил это Я тогда Только начал смотреть футбол То есть Тогда в детстве Для меня футбол Это был прям Что-то такое Прям Все футболи Короче, блин Ну, реально Аж мурашки Потел Я вам пока Блин, реально Мурашки Я только смотрю И думаю Ах Как это Мама Сфотографируй Это Запечатлим момент Так, нет Мне не нравится Камера Всегда любил Пес За то, что Здесь как-то Ну, темп игры Был такой Ну, более футбольный Если в Фифе Просто все бегали Туда-сюда И били Поворотом Здесь реально были Комбинации И так далее Бэкхэм С мячом С Хивсхенг Так Меня Толкнул Ларкас Про Ларкаса Есть довольно Классная история У меня Думаю, что И почти у всех Она одинаковая Пас на ход Хотел сделать хитрый Связанная с карьерой Называвшаяся Мастер лига Здесь было всего Два дивизиона И Не было Так сказать Ну, трансферного Я пробил с прицелом Сука Охерительный гол Я даже вижу Лысину Зидана С ума сойти Просто Мастер лига Была тогда В ПЕС И Не было Трансферного Бюджета То есть Там давались Очки Очки Зарабатывались Победами И И В общем За 30 очков Можно было Купить Этого самого Ларкоса Ээээ Сучка И он был Просто имба Потому что У него была Скорость 19 А здесь Был 20-ти бальный Как в ФМ Отсчет Скиллов И удары Были Бешеные Тоже 19-20 Короче Просто Берешь Роберт Карлоса И просто Пасуешь на него Он убегает И Забивает гол. И, собственно, так я и выигрывал чемпионство, да, в детстве. Как иначе. Так, Вера не поспевает за Стюарт. Не знаю, что за Стюарт. Так, вот Роберт Карлос. Кстати, какие понтовые. Какой понтовый разбег. Какая понтовая камера. Но мяч. Вот, как кажется, у нас Майкл Оуэн. Проникающий пас на Андрея Шевченко. Нужно перебрасывать. Но вместо этого я перепутал клавиши. Но успеваю на добивание. Это Майкл Оуэн. Подача. И с Хевсхенг. Геймплей был приятный. Вот, реально очень балдежный. Ну, мне особо не с чем было сравнить. Потому что, опять-таки, до этого я играл только... Ты че быкуешь, братишка, а? До этого играл только, ну, максимум на Сеге в FIFA 97. Ну, и так у друзей. Почти у всех были компы тогда уже. Но я жил не шибко богат. У нас такие были времена, что поделать. И была PlayStation. Поэтому особо не с чем было сравнивать. Но реально был классный геймплей. И он был классный тем, что он был простой. Ну, как говорится, футбол игра простая. Да, мяч круглый, поле сами понимаете получается. Прямоугольное, да, трава зеленая. Все молодцы. У всех две ноги. В этом же гениальность футбола. И вот в этом была гениальность PESA. Геймплей простой, кнопки отзывчивые. И что самое, чтобы вы понимали, насколько геймплей был крутой. Часто мы собирались с друзьями и играли FIFA на компах. Ну, как бы графон там был красивый, но геймплей был не лучше. Реально. Или такое же, не помню точно. И мои навыки игры в PESA помогали мне обыгрывать друзей, которые играли в FIFA на компе. Прямо именно в FIFA. То есть я их обыгрывал на их же территории только потому, что играл в PESA. Ну, в принципе, то же самое управление, да? Те же самые кнопки, но эта игра натренировывала меня. Я был реально мастером мастер-лиги. Да и сейчас что творю, а? Ну, конечно, на сложности легко, но тем не менее, гигзи с мячом он получает по жопе. Что еще вам расскажу на стале G, связанного с этим? Из-за отсутствия лицензии, это идет все гигзи. Это не сильно меня в детстве смущало, потому что, ну, в принципе, я понимал, кто где, да? Овен, это несложно догадаться и так далее. Тут два варианта было у меня. Либо я просто делал свою любимую команду, я делал мадридский реал, просто создавал футболистов, раздавал им скиллы и играл за них, да? Просто матч. Мне было классно. И давал им, само собой, реальные фамилии. Либо можно было запариться и прям всем-всем-всем через базу данных поменять именно на настоящие фамилии, поставить, и это было долго, но а чем еще заниматься было, блин, Кипер просто непробиваемый, сука. Это человек, кстати. Чем еще можно было заниматься в те времена, когда я был штильником? Я даже не знаю. В конце концов, не уроки же учить, да? Если бы я учил уроки, сейчас бы на заводе, наверное, работал бы, какие-нибудь полоски там, чертил бы. Но нет, нет, я здесь, друзья. Я с вами. Я записываю PES 2002. Игру моего прекрасного детства. Знаете, что, наверное, я сейчас из этого матча выйду, потому что, ну, слишком я крут. И сыграю еще один матч, пятиминутный, но уже на максимальной сложности. Насколько я помню, здесь комп реально жесткий. То есть, его мне тяжело было обыграть тогда. Сука, прессингуй так. Я хочу пенальти. Сука, как ты это сделал? Он просто взял меня и обоссал этим Харик Юйлом. Бекхэм. Штрафные в PES всегда были сложные. Я помню, однажды забил Бекхэмом. Угу, понял, да? Со штрафного в этой PES метров с... Сука, сорока. Я так собой гордился. Ну, сами понимаете, до сих пор даже это помню. Собственно, это все, чем мне есть гордиться к 20 почти 8 годикам своей жизни. Кстати, ребята, если сейчас вы от этой графики, от этого геймплея плюетесь и говорите, Антон, ты что нас решил накормить говном? Ребята, если бы не эта игра, то подумайте, не было бы, например, Елдака Анопкина. Представляете? Потому что, скорее всего, я бы просто играл бы всю жизнь в FIFA и ни о чем бы не думал, потому что именно с этой серии, с этой игры, точнее, началось... Началось мое знакомство с серией про Эволюшн. Да? Я всегда говорил друзьям, своим друзьям, нахера вы играете в эту говеную FIFA? Погнали в Песку! И, собственно, мы погнали в Песку. Вот такая вот история. Не знаю, связаны ли у вас какие-нибудь истории с этой частью PES? Все-таки она реально довольно старая. Мне кажется, ну, может быть, процентов 10 моих зрителей, самые настоящие Олды, заставшие эту игру, тогда не проходят пасы. Видимо, херовый коннект, серваки, говно. Ну, какие там еще оправдания обычно сейчас придумывают себе киберспортсмены, а я тут еще киберспортсмен. А, давайте я вам расскажу, пока вот меня опять трахают во все щели батистутами и так далее. Давайте я вам расскажу про другие футбольные симы с PlayStation 1, с которыми я имел дело. Это были FIFA. 2003, по-моему, 2004, и они были просто говнищем. Ну, само собой, это были порты с компа, и как же они были отвратны. Вы бы себе... Если это видео зайдет, я сниму вам FIFA с PlayStation 1, она была отвратная. Вот, сука, она была забагованная, задрюченная. Единственное, что она была классная, это был саундтрек классный. То есть, да, в PS почти не было никакой, какая-то была техно какая-то адская, тоже, наверное, бесплатная, дешманская. Да, сука, бей ты! А в FIFA прям реально были лицензионные крутые треки. Еще был такой футсим, назывался он Дэвид Бэкхэм Сокер. Уж настолько FIFA была говняная, это говно было в сто раз говнянее. Как будто съели говно и высорили говно. Уж извините, но эта игра того заслуживает. Я, конечно, был закликбейчен. Охереть. Роберт Карлос делает дела, и я проигрываю 2-0. Игра Дэвид Бэкхэм Сокер, вот, я был закликбейчен Бэкхэмом на обложке, подумал, ну, раз это Бэкхэм, то как игра может быть плохая? Вот так, сука, может быть плохая. Сенегматул, Чигаинов, Анопка, Ковтун, Смертин, как ни странно, видимо, они... Ну, смотрите, тут почти весь состав наших, ну, конечно, есть Ники, Ники и Орыв, но это, скорее, уже проблемы перевода. Почти весь состав наших бестов лицензионные, смотрите-ка, только вот кто это? Галкипер Карина. Если, говорю, видео вам зайдет, там, хотя бы 8 лайков, 3 комментария, то будет еще видео по этим мерзопакостным Дэвид Бэкхэм Сокер и FIFA с PlayStation 1. Это будет тяжело. В общем, посмотрим. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok